Всем добрый вечер! Я Хана Зельцера, мы с вами начинаем наш сегодняшний эфир, который посвящен теме наследства, которое нам досталось, а именно вера, которая не требует никаких объяснений, подтверждений. Вот, и напоминание о том, что мы немножко забыли, для чего мы здесь в этом мире, для чего нам Всевышний сюда дал возможность спуститься. Вот, так вот, про наследство, которое нам Всевышний дал. Сказано, что мы евреи, это верующие сыны верующих. Что это значит? Что вера, вот это вот доверие к Всевышнему, оно не требует каких-то доказательств или объяснений. Ну, это правда. Если у нас, если спросить у вас, скажите, а почему вы верите во Всевышнего? Ну, как это можно объяснить? Да, ну, как я могу объяснить свою веру? Потому что вера — это не разум, да, это что-то большее, чем то, что мы можем объяснить. И сказано, что у евреев это в крови, потому что это нам перешло от Авраама, Ицхака и Якова, просто верить и доверять Всевышнему. Более того, любовь, любовь ребёнка к отцу, она, скажем так, бескорыстная, да, то есть сын любит папу не за то, что папа сегодня хороший, или папа всегда слишком хороший, да, просто за то, что отец есть, он его любит, как и маму, да, и на этом примере очень легко подтвердить нашу любовь ко Всевышнему. Она есть, мы её проявляем, да, иногда бывают времена, когда мы сильнее чувствуем, как мы любим, иногда бывают времена, когда мы немножко отходим и забываем, да, это всё бывает. Теперь я хочу, чтобы мы вспомнили, для чего мы здесь. Итак, представьте себе семью, которая, например, спустилась, она не выплатила долги, давайте так, эта семья не выплатила долги, их спустили в подземелье и говорят, всё, вы будете нашими рабами и ждите, пока мы вас выпустим. Проходит время, у этой семьи уже рождаются другие дети, у этих детей уже рождаются внуки, они всё ещё живут в этом месте, да, в которое их временно, скажем так, поместили. И по преданию в этой семье дедушка, который раньше был отцом, он детям говорит, вы знаете, то, где мы сейчас живём, это всё не этот мир, это всё не настоящее, это всё какие-то глупости. Вот там был мир, там было солнце, которое светит, да, там есть море, вода, шум волн, ветер, да. И отец своим детям рассказывал про этот будущий мир, о том, что, не будущий мир, он своим детям рассказывал о том, что есть другой мир, о том, что в этом мире, в этих обстоятельствах, в которых он живёт, они живут, что это всё неправда, это всё, это не то. Вот увидите, нас отсюда вытащат, вот будет этот мир. И постоянно этот отец сначала своим детям, потом своим внукам, и это всё по преданию передавалось. Но что, когда период уже, когда уже не стало там этого дедушки, когда не стало уже папы, дети, которые просто это слышали, они уже начали это забывать, да, они уже говорили, да это неправда, нет, ну как может быть другая реальность, если мы сейчас здесь живём, здесь нет моря, здесь вообще нет ветра, что это такое вообще, да. И когда прошло какое-то время, и действительно их достали из этого места, куда они были помещены, что понятно, что их ожидало. Так и мы с вами, мы с вами помещены в этот мир, для того, чтобы улучшать его, строить жилище Всевышнему в этом мире, улучшать себя, развиваться, исправлять какие-то наши недостатки, освещать этот мир своими поступками, своими заповедями, да. И, находясь в этом мире, нам Всевышний в Торе прямо и написал, он сказал, у вас есть грядущий мир, на который вы должны работать. Он прямо так нам и написал, но мы, мы получили это предание, это наследство от наших отцов. Правда же, мы получили. Ну что? Ну мы забыли. Мы тяжело, ну это правда тяжело, когда мы не видим это своими глазами, когда Всевышний себя скрыл. Как мы можем объяснить, почему мы не видим Всевышнего? Сказано именно в Тане и написано, что Всевышний себя сжал. Как он это сделал? Смотрите, давайте представим себе водонапорную башню, где очень много воды. Если бы не было труб, которые постепенно уменьшают наплыв, скажем так, воды, то мы бы, открывая кран, нас бы просто сносило водой от всего вот этого напора воды. Его было очень много. И поэтому, слава Богу, люди и мудрые люди придумали сначала там большие трубы поменьше, поменьше, поменьше. И в кране мы открываем и течет маленькая струя воды. Правильно? Потому что огромная вот эта вот подача воды, она может нас просто-напросто сбить. Да, нам это будет не полезно. То же самое Всевышний сделал со своим присутствием в этом мире. Мы бы не смогли физически присутствовать в этом мире, если бы Всевышний себя бы открыл еще больше, чем сейчас, когда он себя сжал. Да, потому что наша душа, она хочет соединиться со своим источником. И когда он явно будет ощутим, то, понятно, мы не сможем жить. Да, это как ребенок, которого учат ходить. Если ты всегда будешь держать его за руку, он не научится ходить. Отпусти, пусть попробует, пусть упадет, пусть встанет еще раз. Но он научится ходить. И так Всевышний, если он хочет, чтобы мы научились ходить, чтобы мы улучшали этот мир, чтобы мы достигали чего-то, он отпустил нашу ручку, да, он себя сжал, как вода из водонапорной башни. Если бы мы все получили, нас бы снесло. Но благодаря этим трубам мы получаем маленькую струю воды, которая нам безопасна. И Всевышний так же само сделал свое присутствие в этом мире безопасным для нас. Да, мы помним все, что было на горе Синай, когда Всевышний дарил нам Тору, да. Да, когда Всевышний дарил нам Тору, первую заповедь говорил он. И все души со 600 тысяч мужчин и плюс женщины и дети не выдержали и поднялись к Творцу. Да, вот. Это по поводу нашего наследства, которое нам досталось. Еще раз напомню, нам с вами по наследству досталась вера, такая муна, вера, она неосознанная. Мы неосознанно верим во что-то, потому что мы не можем объяснить наши чувства. Мы чувствуем, что есть что-то, мы даже иногда знаем, что есть что-то, но мы не можем объяснить вот это вот величие Творца. Да, мы не можем постичь, понять его. И это нормально, хоть это и страшно, но это нормально. Вот. Что еще я сказала, хотела сказать? Так вот, поэтому мы не должны с вами забывать предания наших отцов, которые переходят нам из поколения в поколение, о том, что у нас с вами есть грядущий мир, который нас ждет, и именно для него мы должны стараться улучшать этот мир, улучшать свои качества, которые у нас есть, делиться святостью, энергетикой и освещать этот мир. Вот. Поэтому и пусть мы все с вами будем здоровы. Это сейчас самое-самое главное. Всем хорошего вечера. Пользуемся нашим наследством. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok